Дорогие коллеги, наш курс посвящен теории и истории литературы 15-го, начала 20-го века. И, конечно, как и положено, начнем с самых простых теоретических понятий, без которых мы не сможем двигаться дальше. Начнем с самого понятия литературы. Это латинское слово означает буквально буквенность, буквы, письменность. И, конечно, в самом простом смысле литературная речь – это письменная речь, противопоставленная устной. На таком противопоставлении и держится большинство теорий литературы, в которых литература понимается как организованная речь, построенная по определенным правилам, в отличие от устной практической речи. При этом некоторые письменные тексты вполне могут быть близки такой устной речи. Например, инструкция по пользованию какой-то вещью не относится к литературе, потому что она дает те же наставления, которые можно было бы дать устно. С другой стороны, мы видим, что устная речь отличается от литературной речи по целому ряду уровней организации. Во-первых, устная речь всегда пользуется довольно простым синтаксисом. В отличие от литературы, где синтаксис всегда сложен и всегда разыгрывает ситуацию, а не просто направлен на ситуацию. Скажем, устная речь может состоять только из назывных предложений. Магазин, пойдем купить, скидки 25% и так далее. И если следить за устной речью, то она часто состоит из названий. Также устная речь, она не квалифицирует то, что она описывает, а идет за своим предметом. Она указывает на предмет, а не анализирует ту ситуацию, в которой предмет оказывается. Простой пример. Очень часто антропологи, этнографы или просто чиновники и в 19 и в 20 веке собирали автобиографии простых людей, просто часто даже для статистических целей, чтобы узнать, чем кто занимается. И выяснилось, что простые люди не могут рассказать свою автобиографию. Они рассказывали примерно так. Я рыбак, ловлю рыбу. Рыба бывает большая и маленькая. А еще рыбу можно жарить и варить и так далее. То есть, нелитературная речь следовала за предметом, но никак не складывалась в автобиографию. Потому что автобиография – это сложный и вполне продуманный жанр, существующий по собственным законам. Кроме того, устная речь часто использует ряд опущений. Некоторые вещи заведомо подразумеваются в устной речи. Некоторые вещи – это указание на происходящее, а вовсе не анализ. Тогда как литературная речь и литература – это всегда продуманный синтаксис. Это всегда исследование причин, следствий, чем что обусловлено, при каких условиях что может происходить, а что происходить не может. Скажем, одним из признаков литературной речи и литературы является на уровне синтаксиса так называемый период. То есть фраза, сложное предложение, построенное по образцу «если то». Если мы начнем войну, то, возможно, мы проиграем. Если же мы не будем начинать войну, то враг, получив возможность действовать, может напасть на нас тайно и так далее. Такая периодизированная речь, исследующая разные сценарии развития событий – один из принципов всей европейской литературы. Она совершенно чужда какой-либо простой народной речи, где всегда такие сложные ситуации будут описываться только из житейского опыта. Вроде они могут на нас напасть, они сильны, или давайте мы сейчас их победим. Но никогда нет такого способа рассуждения, где внутри одной фразы сопоставляется сразу несколько сценариев. Когда я преподавал и преподаю латинские и древнегреческие языки, то я часто сталкивался с простым вопросом. Неужели простые греки или простые римляне могли понимать столь сложные фразы, которыми изобилуют речи Демосфена и Цицерона? Как, слушая выступления этих людей на городских площадях, участвуя в принятии решений, они могли воспринимать столь сложные, громоздкие, многоэтажные фразы и рассуждения. Вроде того, что если бы было так, то тогда, с учетом тех условий, в которых бы происходило то-то, при том, что это происходило бы еще так-то и вело к тому-то, было бы то-то. На это я отвечал двояко. Во-первых, что эти сложные периоды – это всегда некоторый сценарий, сюжет, и вряд ли следить за ним труднее, чем следить, скажем, за сюжетом спектакля или детектива. А с другой стороны, что такими свойствами обладает любая литературная речь. Также аналитическая газетная колонка, например, в любой деловой газете, устроена не менее сложно. Там тоже обсуждаются разные сценарии и условия, при которых они будут реализованы. Про слово «литература» еще нужно знать, что прямого греческого аналога этому латинскому слову не было. То есть римляне, заимствовав жанровые и стилистические техники у греков, только и опознали это как литературу. Во многом это объясняется тем, что в Риме литературу создавали грамматики. Сначала появились учителя, создающие нормы высказывания, а потом уже по этим нормам стали создаваться высказывания. То есть сначала появился престиж правильно построенного высказывания, а потом уже построение таких высказываний стало пониматься как следование этой престижной норме. Так что красноречие заменило мифологическую или бытовую логику аргументации. Если же древние греки хотели говорить о литературе, они говорили либо о рассказе, о повествовании, об истории, о логосе или изложении. Тому, что мы называем литературой, соответствовало довольно большое количество слов в греческом языке. Например, слово «история» означало умение рассказывать о собственных знаниях, представлять свои знания в виде рассказа. Эта история могла быть вполне анекдотичной, то есть знания о тех или иных случаях или событиях. Или история могла относиться к вещам, неодушевленным предметам, к тому, что мы связываем с естественно-научным знанием. Выражение «естественная история» сохраняется в нашем языке и по сей день. Когда же греки хотели назвать разные произведения разных литературных жанров каким-то одним словом, то они использовали либо просто слово «книги», «библий», буквально, собственно, то, что написано на папирусе, либо же говорили о повестях, повествованиях, диагома, диэгасис, то есть изложения, рассказ, пересказ, либо говорили о «логой». Собственно, само слово «логос» очень многозначное, как вы понимаете, означающее и меру, и формулу, и расчет, и устное выступление, получило специфическое значение формулирование своих мыслей. И особенность логоса в том, что так может быть названа мысль, сформулированная как письменно, так и устно. При том, что и письменная, и устная формулировка этой мысли строится по одним и тем же законам. Мысль доводится до полной ясности и тем самым приобретает свойства логоса, ясной, четкой и понятной формулы. Именно слово «логос» я рекомендую переводить как формула или формулировка всегда, потому что другие переводы вроде «слово» или «мысль» звучат часто слишком размыто и уводят от тех открытий, которые были созданы в античном мире. Далее, конечно, нужно понимать, что литература, когда она возникает как некоторое словесное искусство, литература возникает как, с одной стороны, альтернатива старой поэзии, а с другой стороны, альтернатива прагматической речи. И в этом смысле литература воюет при своем возникновении, где бы она ни возникала, сразу на два фронта. Если говорить о поэзии, то есть определенные универсалии в представлении о том, что такое поэзия. Во всяком случае, в Индии, в Китае и в других странах мы встречаем сходные представления о поэте, о том создателе, построенных по определенным правилам высказываний, которые сближают поэта со жрецом, шаманом, магом, то есть с тем, кто может пересобрать реальность или возобновить реальность как таковую. Еще мы знаем все индийский миф о Пуруши, первой человеке, о том, что когда боги принесли его в жертву, то первыми возникли из него стихотворные размеры. То есть определенные правила упорядочения людьми мира стоят при истоках самого мира. И древнегреческое понимание поэта мало чем отличалось от, например, древнеиндийского. Поэт это тоже тот, кто может правильно собрать мир, кто может обращаться напрямую к богам и кто может обоживать тех людей и те предметы, к которым он обращается. Опять же, это некоторые почти универсалии от Древней Скандинавии там до Японии, что поэт это тот, кто в правильной организации слов производит обожение того, о ком он говорит. Что он делает богом того, к кому обращены его слова. Эта репутация поддерживалась и всеми институтами в Древней Греции. Например, известно, что институт спортивных состязаний тоже был во многом институтом обожения. То есть институтом, который превращал победителей в друзей богов, полубогов, к тем, кому благоволят боги и, значит, тем, кто оказывается друзьями богов. Кто победил, тот и друг богов. И, например, гимны Пиндера, посвященные олимпианикам, победителям в олимпийских соревнованиях, они и производят то же самое довольно наивное обожение. Они показывают, что боги изначально благоволили самому этому чемпиону, его роду, его городу. И таким образом его победа на состязаниях это продолжение некоторой священной истории. Особенностью здесь становится только то, что поэт понимается как тот, кто работает не с космической жизнью, а с некоторыми сценариями. Некоторые сценарии могут осуществляться вместе с этим поэтом при его участии, а некоторые сценарии могут осуществляться и без него. Никто не мог бы сказать, что благодаря Пиндеру воспеваемые им люди побеждают на состязаниях. Они побеждают благодаря богам, тогда как Пиндер только участвует в том, чтобы придать окончательную красоту тому сценарию, который и так осуществляют боги и люди. В таком переводе поэзии от понимания мироустроительного к пониманию сценарного и коренится то греческое чудо, тот культурный переворот, который и привел к появлению литературы вместо старой священной поэзии. Далее, конечно же, многие представления о благоволении богов сохраняются и дальше. Например, античные ритеры часто ссылаются на божественное происхождение какого-то рода или на те же победы в Олимпийских играх, защищая собственного клиента. Но здесь подразумевается, что поэзия работает у них как цитата. И факт божественности клиента, защищаемого адвокатом, есть только один из аргументов его защиту. И, например, поэзия у ритеров существует исключительно в виде цитат, но не в виде развернутых и законченных высказываний. Далее, прагматическая речь. Она, если говорить о народной речи, никогда не бывает полностью лишена украшений. Так как прагматическая речь должна запоминаться, должна быть эффектной, то она у всех народов принимает формы, обладающие, например, внутренней рифмой в пословицах или поговорках, определенным ритмом, определенными созвучиями или определенной краткостью выражения. В таком случае мы можем говорить об универсализации прагматической речи, что она обращена сразу ко многим слушателям, и чем больше она претендует на то, чтобы быть универсальной мудростью, тем большим количеством украшений она должна быть снабжена. А имитация такой речи, конечно, была и, например, в античной философии. Скажем, Гераклит написал свою книгу с использованием большого количества фигур, внутренних рифм, противопоставлений в некотором смысле его философский трактат выглядел как одна большая поговорка. Так как нужно было утверждать общезначенность философии, которая оказывается не только частным предприятием философа, но претендует стать нормативной мудростью. Просто античная философия, напомню вам, возникала во многом как частные предприятия. Главная задача философа это аскеза и самообожение, то есть полная власть над своим телом и над своей судьбой. И в этом смысле философия никогда в античности и позднее не могла стать социальной нормой. Как раз в раннее новое время, о котором мы будем говорить, философия начинает становиться нормой. Декарт или Паскаль считают, что их форма аскезы должна стать гносиологическим принципом для всех людей, а не только для философов. Но античные философы, будь то Фолес, Платон или кто угодно, как раз настаивали на определенном аристократизме и обособленности философии от решения общезначимых социальных задач. Для решения этих общезначимых задач предназначалась риторика, а не философия. И о роли риторики в становлении явления литературы мы еще много будем сегодня говорить. И риторика по сути дела берет некоторые, многие приемы такой прагматической речи. Это тоже всегда речь украшенная, снабженная рифмами, ритмами, запоминающимися формулировками. Только ритор делает две вещи. Он подчиняет все эти фигуры требованию логичности, то есть формульной ясности с одной стороны, а с другой стороны строит речь как заведомо привлекательную и соблазнительную. То есть выступает в некотором смысле как такой пикапер умов, соблазнитель, который умеет привлекать к себе. Напомню, что создателем греческой прозы с одной стороны был Геродот первой истории, а с другой стороны ритор Горгий. Горгий был знаменит еще и как мастер на все руки. В частности, он появился на Олимпийских играх, в одежде, которую он сшил полностью самостоятельно. Нужно оценить, какая это была дерзость, то есть фактически это притязание на то, чтобы в мире, где все решают боги, самому организовать собственную судьбу. И таким манифестом Горгия, который превращал мифологию и поэзию в литературу, стала его речь похвала Елене Троянской. В риторике похвала и хула идут бок о бок. Один из ее принципов это взаимодополнительность, хвалы и хулы. Любой предмет можно похвалить и его же можно похулить. Тем самым ритор фактически узурпировал старую власть поэта, который собирает реальность, делая ее божественной или наоборот в случае сатирического поэта проклинает ее. Только там, где поэт собирал реальность, там ритор якобы ее описывает и якобы находит те свойства, которые не видны в самой вещи, но которые должны привлечь. Такой принцип риторики сохранялся в течение очень долгого времени. И, например, в Византии гипот философов Михаил Псел требовал от учеников хвалить муху или хвалить вшу, чтобы показывать, что даже самый недостойный предмет, будучи рассмотрен как часть более сложных связей, более сложных периодов, может удостоиться похвалы. Нужно было встроить эту самую вшу или муху в периоды, например, сказать, это насекомое кажется ничтожным, но тем не менее, если мы присмотримся к нему, то мы увидим в нем и образец для других насекомых, и поучительную басню для нас всех, и так далее. То есть, встраивая в ту самую логику периодов, в которой разные нюансы определяют степень вероятности и действительности сценария, можно было искусно превратить любой объект в центральный объект, только нужно было правильно скомбинировать логику этих периодов. Но обратимся к Горгию, к его похвале Елене Троянской. Главная мысль Горгия состоит в том, что Елена не может быть осуждена как виновница Троянской войны. То есть, тем самым дискредитируется фактически вся поэма Гомера, в которой, безусловно, все действие есть история вины и история того, как это с этой виной работали. Это у Гомера это именно поэтический подход. Как поэт может пересобрать мир и восстановить его после того, как этот мир обрушен чьей-то виной. Горгий говорит, что вины у Елены и не было. И поэтому в некотором смысле вся Илиада ценностно у Горгия отменяется. Почему Елена невиновна? Потому что, говорит Горгий, Парис был привлекателен внешне, но еще более он был привлекателен, как оратор. Здесь он исходит из важнейшего общего места самопрезентации риттера, что риттер привлекателен не только построением своих фраз, но и своей телесной статьей. он танцор. Античные риторические руководства всячески подчеркивали, что жесты, мимика и главная походка риттера обладают не меньшей убедительностью, чем то, что он говорит. Ясной логике его речи должна соответствовать не менее ясная логика его телесного самопредставления. И вот Парис оказывается таким изысканным и привлекательным танцором, который говорит, как дышит и как движется. И Елена не могла не поддаться, потому что почему дальше Горгий делает следующий ход. Любое искусство подражает природе. И как невозможно противиться требованиям природы, так же невозможно противиться требованиям риторического искусства. Например, нельзя увидев яркое солнце не выйти и не погреться из сырого угла. Нельзя увидев там море не восторгаться и не пожелать переправляться через море. Нельзя увидев дерево не порадоваться тени и не сесть в тень дерева после долгого дня. Точно так же и услышав речь Париса Елена не могла противиться, так как слова Париса именно звучали как природа. И здесь происходит как раз важнейший момент, который и превращает старую речь в литературу. А именно то, что мы начинаем понимать искусство речи как одно из искусств, подражающее природе. Сама идея, что искусство подражает природе, что она действует как природа, было бы недостаточно для возникновения литературы. Но если мы исходим из того, что искусство красноречия это общее искусство, которое подчиняет другие искусства и становится способом описания других искусств, то тогда и возникает литература, которая берет на себя две сразу функции. Первое это создавать норму подражания природе, то есть превращать социальную жизнь в не менее важный фактор существования людей. чем природную жизнь, а с другой стороны литература становится критерием и описанием других искусств. Для этого риттеры использовали довольно простые техники. Во-первых, можно было указать, что представители других искусств ремесленники, необразованные, неграмотные, сами толком не понимают, что они делают. В этом сходились все основатели новой литературы. Сократ, ксенофон, Платон. При все различии их позиций, они постоянно говорили, что скульпторы или повара сами не понимают, что они творят. Они творят часто безграмотно, не так, как надо, толком не знают ни правил, ни законов, не могут определить то, чем они занимаются, то есть представляют собою невоспитанные такие таланты, невоспитанных людей, не способных даже определить искусство. Сократ, например, подходил к каждому ремесленнику и просил дать определение, чем же это ты, братец, занимаешься. И никто с этим не справлялся. Это оказалось мощнейший способ дискредитации всех искусств за исключением искусства слова. Соответственно, нормой становится литература. В таком узком смысле она и называется грамматика, то есть правила постановки слов. И, в общем-то, латинская литература это, скорее всего, калька со слова грамматика. Хотя в Греции слово грамматика употреблялась исключительно в значении способ прочтения и оценки чужих произведений, а не способ построения своих произведений. Тогда как литература по латыни это и способ построения собственных произведений. Скажем, да, можно вспомнить такие замечательные эпизоды. Скажем, один человек похвастался Сократу, что вот мой сын знает Илиаду и Одиссею наизусть. На это Сократ заметил, что рапсоды, то есть бродячие певцы, тоже знают это наизусть. Но видел ли ты людей тупее рапсодов? Или, например, есть позднеантичная эпиграмма, в которой говорится, что вот один человек собрал огромную библиотеку из книг и думает, что он по-настоящему ученый. Он также мог бы собрать коллекцию музыкальных инструментов и думать, что он великий музыкант. То есть само обладание знаниями, обладание в том числе даже хорошими речевыми навыками еще не превращает человека в представителя литературы, в представителя словесного искусства. И вот так рождалась литература. И в этом смысле тот же Платон он в не меньшей степени создатель литературы, чем создатель философских концепций. Потому что Платон много вложился и в то, чтобы дискредитировать всю старую культуру, включая то, что поэтов он изгонял из своего идеального государства и в то, чтобы обосновать новое значение логоса как рассудительной и такой аристократической центральной речи, по отношению к которому старые искусства и старые стратегии повествования выглядят как совершенно ничтожные. Если говорить о технической стороне функционирования литературы, то здесь конечно навстречу шел тот способ размножения литературных памятников, который был в античности. То есть литературные произведения диктовались, сидело например 50 рабов, которые под диктовку записывали какой-то текст и в результате получался тираж. Сама идея тиража по видимости восходят к идее экземпляра хранящегося в храме. Можно вспомнить, что афинский тиран Песестрат положил в храме идеальный список Гомера, который должен был в том числе служить политическим целям обоснования амбиции афинных союзников на политическом поле. И скажем, философ Гераклит тоже положил свою книгу в храме. То есть книга была осознана как образец. А если есть образец, то можно делать с него какое угодное количество копий. Такое становление в качестве образца тоже сопровождалось развитием вот таких технологий самопрезентации. Тиран Песестрат задолго до Горгия тоже представлял себя как лицо действующее вместе с богами независимо от богов и привлекающее богов на свою сторону. Он и пришел к власти разыграв сцену он приехал в Афины на колеснице на которой стояла женщина одетая в одежды Афины и тем самым была применена простая политтехнология что боги вообще везут колесницу Песестрата. И еще раз получается становление торжественной самопрезентации и становление литературы как норматива создания текстов это две стороны одного процесса. Когда ты саморепрезентуешь себя ты показываешь что твое существование самодостаточное что ты можешь не зависеть от богов когда ты себя представляешь остальным людям но также и существование текста оказывается самодостаточное или ада лежит в храме и никто не может усомниться в ее самостоятельном существовании этим литература и отличается от прежнего существования словесных форм миф он всегда ситуативен подразумевается что мир богов меняется отношение богов с людьми меняется а значит и мифы меняется литература начинается с идеи неизменного экземпляра представляющего себя как самостоятельная автономная субстанция как нечто существование чего не может быть как-либо оспорено исходя из изменившегося отношения богов к людям в этом смысле литература в принципе секулярна то есть умеет обходиться без воли богов и секуляризация это важнейший аспект развития всей европейской литературы далее я случайно употреблял слово жанр которого античная теория не знала собственно античная теория очень хорошо знала что такое стиль но толком не знала что такое жанр потому что основой развлечения была техника повествования понятно что историк повествует иначе чем риттер что историк говорит о случившемся а риттер говорит о возможном при этом стилистика у них может быть вполне похожа еще важным фактором возникновения литературы именно в древней Греции было то что разные жанры будущие они отличались идеалектно так как они возникали исходя из прагматических потребностей в разных регионах греческой цивилизации значит на разных диалектах а потом благодаря интенсивной коммуникации становились достоянием и других греков и тем самым создавали ситуацию автономии литературы когда литература уже не привязана к практической ситуации своего возникновения а выступает как убедительная и при этом образцовая речь по сути дела литература в узком смысле и две с половиной тысячи лет и сейчас это собрание образцов причем образцы не обязательно должны приводить к созданию некоторых уход вариантов образцы могут например приводить к созданию просто например копий когда тот же жанр создается на например другой сюжет скажем есть образцовые трагедии можно взять другие мифы получатся другие трагедии но все особенности жанра трагедии будут сохранены кроме того образец может воспроизводиться просто тиражируясь скажем можно добиться широкого распространения этого образца не обязательно например писать много поэм в духе гомера если можно просто обеспечить чтобы гомер был в каждом доме и наконец еще один способ поддержания образцов это комментирование то есть прочтение при котором мы понимаем что образец лучше чем наше понимание этого образца что гомер как бы мы не комментировали гомера гомер оказывается умнее тех пояснений или тех мыслей которые мы из него извлекли литература таким образом это в узком смысле собрание образцов при этом техники обращения с этими образцами могут быть различными но направленными на поддержание уникального и самодостаточного статуса этих образцов то что сохраняется сейчас например выходит какой-то бестселлер его статус подчеркнут оказывается усилен и тем что у него огромный тираж и тем что он вызывает подражание многие начинают писать в духе бестселлера рождается множество похожих произведений и тем что бестселлер комментируется при этом комментарий не претендует на то чтобы быть умнее этого бестселлера все разбираются почему такая-то книга стала бестселлером но никто не может дать такой комментарий который позволил бы литературе превзойти этот бестселлер далее возникновение литературы конечно привело к новому пониманию поэзии литература как я уже сказал возникла в основном на базе прозаических жанров каждый из которых привязан к своему диалекту был история это ионический диалект так как она начала создаваться в Малой Азии или также и философия там начала создаваться риторика это оттический диалект потому что афины были центром политической жизни а например лирическая поэзия это эолийский диалект а гимническое дарийский то есть и поэзия и проза не представляли собою таких двух миров как представляем их мы когда мы различаем поэзию как ритмическую речь с определенными формами соотнесения внутри речи например что в поэзии мы видим рифмы или какие-то еще законы соотносящие как бы кванты этой речи в отличие от прозы от прозы мы видим развертывание повествования такого жесткого противопоставления не было и более того я дерзну сказать его нет и до сегодняшнего сколь бы ни были сильны усилия противопоставить поэтическую речь и прозаическую речь например допустим Гоголь назвал мертвые души поэмой при этом сам Гоголь к поэмам относил и например роман Раблея и многие другие произведения которые мы бы назвали романами и конечно имеется ввиду поэзия как создание определенного воображаемого мира и определенного воображаемого которое при этом относится к реальности то есть например Гоголь конечно изобрел географическое воображение птицу тройку и все прочее то чего до него не было поэтому он поэт именно в совершенно классическом смысле изобретатель того некого воображаемого мира или некоторого формы в которую облекается воля богов собственно критерии для поэта в античности два что поэт это тот кто изобрел новую стихотворную форму и поэт это тот кто благодаря этой стихотворной форме может привлечь богов как так сказать названных восхваленных и призванных в этой новой форме что это новая форма и оказывается тем торжеством богов которое не может уже состояться в старой форме новая форма позволяет сделать такие хвалебные высказывания которые позволят почувствовать что боги с нами но ни риторические ни поэтические руководства не определили поэзию как отдельный жанр или как совокупный жанр и Аристотель и Гораций две античные поэтики греческая и римская описывали поэзию прежде всего с композиционной и можно сказать режиссерской точки зрения не исходя из того как поэзия создается а исходя из того как она становится наглядной и режиссерской убедительной композицией то есть целью и Аристотеля и Горация было усилить публичную репрезентацию поэзии а вовсе не способствовать улучшению качества поэтической продукции и поэтому единой теории поэзии создана не было которая бы определила какие жанры как должны создаваться но есть определенные универсалии которые существовали и в древнейших поэтиках например и в древнеиндийских и в древнекитайских и которые потом многократно воспроизводились и в истории Европы например в поэтиках создававшихся средневековыми рифмачами трубадурами или труверами во всех этих сочинениях главным предметом был сам поэт то есть описывались те условия при которых возможно создание поэтом стихов и эти условия и например и в древнем Китае и у трубадуров описываются примерно одинаково это то что поэт должен быть довольно скромен его жилище тоже должно быть скромным и его жесты не должны быть на показ и он должен быть тем самым мягок в обращении то есть все его поведение должно быть таким чтобы оно не было дерзким по отношению к богам только тогда боги будут благоволить поэту и вдохновят его на создание произведения также подчеркивалось что поэт должен уметь долго размышлять о чем-то вспоминать богов благодарить легко принимать подарки и вот такие свойства как бы готовили поэта к тому что он воспринимает речь и язык самих богов если он благодарен великодушен щедр то он может усвоить и волю самих богов по большей части после риторического поворота такое рассуждение о поэтах существовало в виде биографии поэтов но обычно что в этих биографиях говорилось не о характере поэта а о тех чудесах которыми сопровождалось явление поэта в мир например о том уже поминавшемся пиндере рассказывали что пчелы носили младенцу пиндеру мед прямо в уста с одной стороны вроде бы это кротость что младенец не отмахивается от пчел а с другой стороны некий род критики что сладостная речь пиндера понимается как настоящая природа его поэзии что он все делает одинаково привлекательным и одинаково божественным то есть функции ритера и функции поэта стали сближаться функция создания привлекательной речи у ритера и функция создания божественной речи у поэта значит и если говорить о стилистике то риторика создала стилистические нормы в которых речь действует не только в силу своего содержания но и в силу своего характера то есть например речь мягкая она мягкая и по своему звучанию и по своему содержанию что рассказывает о мягких предметах о каких-то нежестких ситуациях и по своей прагматике что она смягчает нравы то есть если мы различаем семантику стилистику и прагматику три совершенно разных области речи то античная риторика развивает теорию стилей принципиально эти вещи смешивала жесткий стиль он жесток и по звуковой материи например в нем много согласных и по описываемым предметам описывается что-то весьма дерзкое и по прагматике например этот стиль призывает начать войну так функционировала стилистическая система которая ну и то что мы называем словом стиль называлась либо опять же либо как-нибудь вроде лексис то есть слог то есть умение говорить устно буквально лексис либо херменея то есть истолкование то есть умение говорить речь которая будет понятна сама по себе которая какие бы сложные рассуждения она в себе не заключала она все равно станет понятна значительной части публики а то и просто всем значит теперь нужно понимать как менялось представление о видах или жанрах литературы благодаря риторике понятно понятно что изначально например поэзия членилась по тому какое именно обращение и к каким богам в ней господствует например ясно что ода это песнь в честь богов лирика то что мы называем это игра на лире музыкальном инструменте это призывание бога какие-то жанры они это было прошение обращенное к богу или благодарение бога реформа греков состояла в том что каждому жанру было привязано свое музыкальное сопровождение что даже видно в названии лирика это то что играется на лире авлетика то что играется исполняется под дудку кефаристика то что играется на кефаре и так далее то есть поэтические жанры различавшиеся по тому что именно от богов требуется просить их или благодарить их или призвать быть союзниками что то еще они были привязаны к определенным инструментам и главное к определенной манере исполнения потому что привязка к инструментам она не так уж редко у многих народов достаточно указать на соответственно допустим псалмы библейские где тоже указано на каких инструментах какой псалом нужно исполнять но так чтобы регламентировалась еще и манера исполнения какие лады какие гармонии нужно употреблять это именно реформа греков но именно поэтому поэзия не могла уцелеть полностью это была действительно музыкальная практика молитва и как молитва частного порядка уцелевают только если их приводят в пример также и многие поэтические произведения дошли в качестве цитат скажем известный гимн Цапфо Кафродите дошел до нас благодаря цитатам из трактати о возвышенном первого века где как раз призывание богини переходящее в описание того как богиня уже пришла понимается как образец эстетически возвышенного то есть той речи как прагматика которой и является единственным продолжением ее семантики при этом сразу же нужно оговорить почему в литературе одни произведения сохраняются а другие не сохраняются потому что очень часто такое сохранение противоречит нашим вкусам ясно что мы бы предпочли найти еще одно стихотворение сапфо а не десять речей под демосфена которые написаны были учениками риторических школ но дело все в том что литература как система подразумевает что сохраняются те вещи которые разыгрываются разыграть стихотворение сапфо было невозможно а разыгрывать речи демосфена вполне возможно или например всегда приводимый пример допустим что рукописи пьес Шекспира не сохранились потому что они использовались актерами то есть делалось несколько копий актеры их затирали за дыр и их выбрасывали совершенно не думая о том что это автограф выдающегося драматурга то есть важно было сохранить текст пьесы как она шла то есть некоторую копию такую в которую были уже внесены правки потому что иногда актеры по ходу действия вносили правки какие-то роли чуть переписывались и так далее а претекст то есть автограф Шекспира его и сохранять было не надо тем более пьесу немного изменили при сценической обработке и значит автограф как не соотносящийся полностью с пьесой вообще не имел для них никакого смысла никакого никакой ценности это для нас было бы уникальным прочесть автограф Шекспира и может быть посмотреть его правку так как для театра глобус было важно поставить привлекательную и замечательную пьесу а вовсе не сохранять автограф точно так же и античные памятники существовал термин собственно прокта то есть практическая так назывались те произведения которые как бы мы сказали входили в школьную программу то есть например которые изучать которые изучать обязательно изучались например до нас дошли семь пьес из хилы и семь пьес софокла потому что сочли что школьники больше не прочтут их и копировали и поддерживали к ним интерес тогда как остальные пьесы просто как не разыгрывающиеся в школьном обучении были неинтересны под словом разыгрывать я имею ввиду не ставить пьесу а вводить функционирование в культуре скажем когда роман читается в метро он вполне разыгрывается то есть мы развлекаем себя в метро чтением романа если же какой-то роман не разыгрывается то он даже при большом тираже скорее всего не дойдет до потоков скажем допустим значительная часть советской литературы она читалась за дефицитом за недостатком других образцов и как только появились другие образцы то были утрачены и навыки разыгрывания этой литературы например чтение ее допустим вместо просмотра телевизора по вечерам разыгрывание может иметь ввиду и культурное функционирование в качестве одного из культурных институтов скажем роман с конца восемнадцатого века является не только тем что он некоторое привлекательное и занимательное чтение но и тем что он создает некоторые частные писательские практики например дневники или письма пишутся по образцу романов и составляют некоторую среду некоторый контекст функционирования романного жанра точно так же как допустим сейчас кино и сериалы серьезные сериалы тоже составляют некоторую единую взаимодействующую среду и поэтому ни в коем случае нельзя объяснять гибель тех или иных произведений литературы или плохую или частичную сохранность каким-то намеренным действием цензуры или человеческого невежества и ненависти в большинстве случаев это просто результат того что произведения не были восприняты как практичные причем практичность могла быть совершенно иногда неожиданной например для философские школы в античности конкурировали поэтому каждая философская школа пыталась побить своих конкурентов в том числе и количеством той литературы которая в ней создается поэтому философы хотя вроде бы их цель была созерцание были часто очень плодовитые писали десятки и сотни книг потому что наличие у философов книжной продукции должно было свидетельствовать о качестве и высоком научном уровне философских школ примерно как сейчас об ученых судят по количеству публикаций и тем самым огромное количество философской писанины создавалось в рамках вот такой вот конкуренции за ресурс за внимание к философам и за признание их больше чем просто литераторы или больше чем ритеры это ритер может сказать одну речь и прославиться философ должен показывать что он готов к преобразованию реальности к власти над реальностью и над словом все время и значит он постоянно пишет потому что философ добился полного контроля над своим телом и над словом он достиг аскетического совершенства благодаря которому он и властвует собой и властвует своим же собственным словом тогда как риторические произведения конечно конечно тоже сохранялись но благодаря опять же тому что ритеры запоминались как искусственные перформансисты которые создавали вокруг себя культ имели почитателей которые и записывали и хранили и воспроизводили их речи примерно как сейчас почитатели актеров хранят фотографии своих кумиров или видеозаписи их спектаклей то есть функционирование литературы нельзя понимать ни в коем случае по образцу функционирования библиотеки где как бы по умолчанию сохраняются все книги оприходованные по жанрам стилям и эпохам и если не сохраняются то в силу какой-то катастрофы или актов невежественной ненависти на самом деле даже о катастрофе Александрийской библиотеки мы не можем говорить так однозначно как это представляют в фильмах и исторических анекдотах скорее всего данная катастрофа скорее всего была как разрушение института но функционирование текстов подчиняется каким-то более сложным закономерностям что-то может функционировать как цитата что-то как реликвия на укультового автора что-то как образец для школ что-то как упражнение для комментаторов что-то как честь философской или риторической школы но никогда литература классического типа не отделена полностью от правил саморепрезентации литературы и саморепрезентации автора слово автор напомню вам это латинское слово которое первоначально означало авторитет или тот кто обладает наибольшей силой от аугау увеличивать то есть большой человек примерно как в современном русском криминальном языке это слово авторитет используется и автора первоначально это конечно тот не тот кто просто пишет некоторые тексты а тот кто может создать ту ситуацию в которой эти тексты станут фактом культуры станут функционировать обратят на себя внимание при этом функционирование это может быть различным и критерии могут быть тоже различными скажем я всегда привожу простой пример издатели продавали поэмы Пушкина будь то Бухачесарайский фонтан или какую-нибудь из глав Евгения Онегина по 5-10 серебряных рублей то есть это считайте нынешние там 15-30 тысяч рублей никто из нас за такие деньги не купит даже дорогой альбом там в натуральной коже то есть фактически для стихи Пушкина функционировали не как сейчас функционируют поэтические книги а как сейчас функционируют например билеты в ведущие театры которые могут именно также стоить или билеты на закрытые мероприятия на престижные концерты то есть авторитетность здесь имеет денежное выражение именно потому что эти тексты не просто становятся фактом культуры а становятся частью вот такого публичного признания публичной благодарности требующей в том числе и значительных пожертвований как акта этой благодарности тогда как например сейчас поэтические сборники которые выходят сейчас я не знаю ситуации во всех странах но в России в этом случае так как правило они недорогие часто распространяются автором просто по электронной почте потому что они функционируют авторитет там складывается по другому из функционирования среды поэтов внутри которой благодаря определенной культуре чтения и сполкования текстов данные высказывания наделяются авторитетом то есть чтобы современный поэт был признан он должен не продавать свою книгу за большие деньги а должен распространять ее среди других поэтов и совокупное некоторое функционирование этих текстов и их истолкований и приведет к тому что данный текст будет воспринят как авторитетный а не просто как какое-то индивидуальное частное высказывание и вот понятие автор оно в общем-то выкристаллизовалось из этого понятия об авторитете о том кто может не просто создать высказывание но может создать такие культурные условия своими жестами своим поведением в культуре что данное высказывание будет воспринято как существенное и меняющее если не мир то хотя бы привычки читателей спасибо спасибо Продолжение следует...